ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, друзья! Сегодня я хотел бы донести до вас информацию, которая, я надеюсь, будет для вас очень интересной. Поговорить сегодня о маслах. О том, кто производит масла, что заливается в оригинальные масла, и о некоторых маслах, которые позиционируют себя как японские или немецкие. Раскроем и большие секреты. На прошлой неделе я делал опрос среди своих подписчиков и спрашивал, какое масло вы заливаете. Очень много комментариев мне посыпалось. Прямо даже в первый день мне очень было приятно. Люди списали, спорили, и все писали, какое масло заливает. Я сделал небольшой такой топ-10 масел, о которых вы писали. Итак, на первом месте у нас Лук Уэлл с большим отрывом. На втором месте Шелл. На один голос меньше Мобилл. Следующий у нас, значит, Ликви Молли, Кастрол. И побывающие вниз различные производители. Вы их сами можете увидеть. И я пришел к такому выводу, что немногие знают, какое масло они заливают в принципе. Просто они заливают по рекомендации. Просто, ну, заливал это масло хорошо, другое масло заливал, ну, что-то не очень хорошо. Ну, как они отобрели, непонятно. И поэтому я решил создать такую тему. Ну что, начнем? Итак, немного о теории. Из чего же состоит масло? Масло состоит из базовых масел на 80% и на 20% из присадок. Базовые масла, в свою очередь, состоят из пяти групп. Из первой группы делаются минеральные масла. Из второй группы делаются полусинтетические масла, как правило. Из третьей группы, как правило, делаются синтетические масла. Пятая группа это ПАО, полиальфа-лефины. И пятая группа это эстеры, эфиры и прочее. Присадки по своим свойствам бывают антиоксиданты, противозадирные, модификаторы трения, дисперсанты, депрессанты, защита уплотнений и другие еще много, которые могут присутствовать в масле. Из чего же складывается цена на масло? Цена на масло это непосредственно само производство, базовые масла и присадки, упаковка, налоги и амортизация, логистика, транспорт, доставка, классификации АПИ, ICA, АСАИ, то есть они отдают охренительное бабло за это. И сертификаты Volkswagen, Mercedes, Toyota и различных автомобилей. Далее реклама и бренд. И соответственно, чем чаще бренд показывают по различным каналам, тем соответственно бренд известнее. И соответственно цена на масло уже возрастает. И чем чаще вы видите на каких-либо гонках значки Shell или Matura, и тем больше вы платите за это масло. Присадки для масла производят всего лишь 4 фирмы. И это фирмы Infineum, Lubrizol, Afton Chemical и шеврон. И все. Больше никто не производит присадки для масел. И нельзя сказать, что у Shell свои присадки, у Кастрола свои присадки. В определенные годы они могли покупать присадки у одного производителя. Это как в одном городе, как будто 4 супермаркета. У тебя есть выбор, в какой супермаркет пойти. В этот или в этот. Так что отечные производители, даже Look Oil, Gazprom Neft или G Energy, они покупают присадки там же точно, где все остальные. Далее. Кто производит базовые масла? Лидер по продаже базовых масел во всем мире является компания ExxonMobil. Она производит огромное количество базовых масел. Затем идет компания Shell, и затем идет компания SK Lubricants, производящая ZIG. Но эти производители являются лидерами по производству базовых масел первой и второй категории. Но базовые масла третьей категории, из которой изготовляются синтетические масла, производят больше всех в мире компания SK Lubricants. Та, которая производит ZIG. И клиентами компании ZIG являются практически все производители, которых вы знаете. ExxonMobil, Shell, Kastrol, BP, Fuchs, Elf. Все являются клиентами компании ZIG. И покупают у них базовые масла. Даже если вы не покупаете ZIG, то так или иначе ZIG залит у вас в автомобиле в виде базовых масел. А если учесть то, что производители покупают синтетические присадки в определенных фирм, то в определенные годы, допустим, компания Mobil и компания ZIG, Kastrol, покупали присадки в одной и той же фирме, и базовые масла они использовали одни и те же. Но цена на эти масла будет абсолютно разная. Далее у нас оригинальные масла. Мало кто задумывался, что залито в канистре оригинального масла. Ведь ни одна из фирм-производителей автомобилей не производит масла. Она даже не смешивает их в базовые масла и присадки. Она его просто закупает. Так откуда же берется это масло? И это огромный секрет. Ни один из производителей не расскажет о том, где он закупает базовые масла. Узнать это не так-то и сложно. Когда официалам приходит масло, с ними приходит сертификат соответствия таможенного союза. В сертификате сообщается, что масло Toyota соответствует показателям ГОСТ. А изготовитель там Exxon Mobil. Итак, у меня есть список таких сертификатов. Я вам его зачитаю. В канистре масло Mitsubishi 020 и 030 масло Enios. В канистре 530 и 540 масло Nippon Oil, тот же Enios. В канистре масле Toyota 540, 530 и 030 заливается Mobil. Так что не важно, пластиковая там канистра или металлическая, там все равно залит Mobil. Ниссан 530 это Mobil, 540 это Total, 020 это Total, КПП тоже масло Total. Масло Mazda, внутри залит Total. Масло Honda Ultra, залито Edemitsu и в Хоне также заливается ZIG. Масло Subaru Edemitsu, масло SsangYong это Lukuel, там даже канистра делают Lukuel. Масло General Motors. В Корее заливается ZIG, в Европе заливается Mobil, а в России заливается Lukuel Genesis. Mercedes. Они очень сильно скрывают, кто именно заливается, но я позже вам расскажу. Так что вот так вот. Вы, покупая масло в оригинальных канистрах, вы просто переплачиваете за бренд, за значок, который там стоит, того или иного производителя автомобилей. Так что зная эту информацию, вы можете просто не брать эти оригинальные масла, не переплачивая за них, а брать тот же самый Mobil. И еще немножечко про оригинальные масла. Во все автомобили, которые производятся у нас в России, я говорю про иномарки, вышедшие из конвейера, заливается масло, которое им будет дешевле всего заливать. То есть масло, которое будет соответствовать всем показаниям, но оно будет стоить не так дорого, как если бы его привезли из-за границы. Как правило, берут российские производители. Так вот, во всех автомобилях, произведенные в России, будь то Toyota, Volkswagen, тот же Mercedes российского сегмента и многие Ford, в них заливается с завода Lukoil. Lukoil Genesis. Да, 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 Lukoil Genesis, хорошее масло, соответствует всем классификациям и сертификатам. А что здесь такого? И даже в автомобилях Mercedes залита Lukoil. Как заявляют сами представители Lukoil, скоро на этих машинах, даже в сервисной книжке, будет писаться о том, что там заливается Lukoil. То есть, если человек заявляет, что он заливает масло то, которое было залито с завода, то вы можете посмеяться ему в лицо. Допустим, автомобили Toyota, которые делаются в Санкт-Петербурге. С завода было залито Lukoil. В оригинальной канистре залит Mobil. А если открыть сервисную книжку, там будет написано либо Shell, либо Костром. То есть, 4 масла ты мог бы залить в автомобиль. И ты говоришь, что ты заливал только то масло, которое заливалось с завода. Ну как это? Так что, вот такие вот дела. Другое дело, это псевдооригинальные масла. Такие масла, как фанфара, которые очень часто впаривают, как оригинальные. Я вообще до сих пор не понимаю, как их не засудили. Ведь канистра масла фанфара один в один похожа на оригинальные масла. Обратите внимание, масла Toyota, Honda, General Motors, Ford, Volkswagen. Цветовая схема один в один похожа на цветовую схему оригинальных масел. Но к Японии эти масла не имеют абсолютно никакого отношения. Но и к Европе тоже, так как в Европе запрещена металлическая тара. Их делают на заводе в Клайпиде, в Литве. Там же, где и производят масла Manno. Там же производят масла SKT, Pemko и Champion Oil. Масла Manno также заявляют, что у них немецкое качество. Хотя линейка OEM, оригинальные масла, у них в жестяной канистре. Manno якобы немецкое масло. Это масло, созданное выходшим из Казахстана, русским. Который зарегистрировал фирму Manno в Германии. А сейчас Manno производится в Клайпиде, в Литве. 800 километров от Санкт-Петербурга. И под видом немецких масел. А другая история с немецким качеством. Масла Rolf. Немецкое качество. Если вы зайдете на сайт Master Rolf, вы увидите такого грозного немецкого мужика, который держит канистру с немецким флагом. Далее смотрим. Вся продукция Rolf изготовлена из жестяной тары, которая запрещена в Германии. Далее смотрим производителя. Производитель Чемпарк. Копируем адрес производителя. И вставляем его в гугл карты. Нам выходит Чемпарк. Вот он офис, где он зарегистрируем. Перейдем к нам на сайт этого предприятия. И посмотрим, что же они там производят. Если посмотреть информацию для клиентов. И услуги, которые они делают. То там, значит, пожарная техника, инфраструктура и все, что угодно. Химическая продукция. Но ни одного слова про масло. Так вот, Rolf это полностью российское масло. Произведенное в Обнинске. Под легендами немецкого качества. Железная банка у нас в России ассоциируется с доверием и невозможностью подделок. Хотя в Германии масла в железных банках нет. А низкие цены за счет отечественных баз первой и второй группы. И среднего пакета присадок. Еще одно Обнинское масло я увидел на прилавках Ашана. Это масло летний день. На котором написано, что оно синтетическое. Но с классом по АПИ. СЖ. Это класс для минералки. Который сейчас рекомендует менять через каждые 5000. Так как в наших условиях эксплуатации. С нашим топливом высокой содержанием серы. Присадки съедаются уже после 5000. Ну а здесь написано, что это синтетика. 540. Как такое может быть? Скорее всего они использовали базу первой или второй категории. И догнали вязкость просто присадкой. Поэтому масло такое дешевое. Очередная история только теперь с японским качеством. Это масло Эниус и Татачи. Масло, которое у нас называют Эниус. Во всем мире называется Энеус. Это значит Энерджи Неус. Новая энергия. Который в Японии выпускается в пластмассовых канистрах. А у нас вы видели такое масло. Которое к Японии не имеет никакого отношения. 20 лет назад предприниматель из Владивостока по фамилии Тунгус выкупил производство и продажу масел Энеус на территорию России. Закупил жестяную тару там же где и закупается ЗИК. И стал поставлять на Россию эти масла. А само производство было локализовано в Корее в городе Мичанг. То есть основной слоган Энеус это масло номер один в Японии. Да, вот это вот масло, оно номер один в Японии. А это никакого отношения к Японии не имеет. Говорят, что сейчас заканчивается срок соглашения с маслом Энеус. И стал у этого же предпринимателя появляться собственный бренд. Бренд Татачи. Значение слова Татачи это как бы игра слов. Total Achievement. Что означает подсчет достижения или вершина достижения. И если посмотреть на сайте Татачи, то у них нет дистрибьютора в Японии. Это масло к Японии не имеет никакого отношения. В данный момент сейчас производство масла Татачи локализовано в России. Но посмотрите, какие же классные упаковки с японскими иероглифами. Так и манит купить это японское качество. Весь шел, который стоит у нас на полках в России, он производится у нас в России в городе Торжок. Но это не значит, что она плохого качества или делается из лукойла. Хотя представители лукойла говорят, что в одно время, когда у шела не хватало своих мощностей, они совсем немножечко закупали базовых масел у лукойла, чтобы сделать масло шел. Ну вот, ребятки, вот такие вот дела. Очень много информации скрыто от обычного потребителя, поэтому я хочу эту информацию до вас донести. Поставьте, пожалуйста, лайк за то, что вы сейчас услышали. Расскажите об этом видео, друзья, пускай все об этом знают. В следующий раз, друзья, давайте поговорим с вами о мифах масел. Пишите в комментариях внизу, какими мифами вы сами пользуетесь, или какие мифы вы считаете очень глупыми. Спасибо вам огромное за просмотр. Мне очень приятно, что вы досмотрели меня до конца. Ставьте обязательно лайк, пишите комментарии, если вам что-то нужно. Заходите в группу ВКонтакте. Там я буду оставлять информацию об отделках различных. Ну и все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok